Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами говорим на неочередную, вне классную тему, да? Как женщине полюбить себя? Вот как полюбить себя, свою внешность? Давайте сосредоточимся на внешности. У кого-то кривой нос, у кого-то большая попа, у кого-то лицо в веснушках, у кого-то глаза совсем не голубые, у кого-то зубы не конские, у кого-то метр, не метр восемьдесят рост, как же полюбить женщине свою внешность? Хотя столько вокруг соперниц, столько вокруг красавиц, ну а я же, давайте, друзья, сразу разграничим. Первое, что вы должны сделать, это безоценочное отношение к своей внешности. Только тогда вы сможете измениться, только тогда вы сможете сделать с собой что-то, даже если у вас, там, не знаю, все отвалилось, отпало, и вы вообще плохо себя чувствуете в своем теле. У каждого человека, женщины, неважно, мужчины, есть задача хорошо, комфортно чувствовать себя в своем теле. И это базовая потребность. Если она не удовлетворяется, то человек, соответственно, получает что для себя? Он получает для себя историю под названием, ну не удалось, ну не получилось, ну не смог я. Ну не, 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 и из-за этого вот не происходят ужасные моменты, которые влияют на взаимоотношения с самим собой. Так как же женщины полюбить свою внешность? Начать краситься? Ну возможно. Начать двигаться? Ну возможно. Первое, как я говорю, то, что нужно сделать, это полностью полюбить то тело, в которое вы пришли. Даже если оно прямо сейчас, может быть оно не идеально, может быть оно не такое, как бы вам хотелось. Но это временно, друзья, это временно. И второй момент, это начать действовать. Если вам не нравятся свои губы, не обязательно делать губы. Иногда их можно просто подкрасить и как-то преобразить. Давайте с вами рассмотрим два крайние такие метода. Обычно люди, которые недовольны своей внешностью, они либо упахиваются в спортзале до того, чтобы потом обжираются в три короба. Тот, кто недоволен какими-то там мелочами, начинает делать пластику, кто смотрит, что грудь не того размера берет, чем каким-то силиконом. Но это как бы возможно, это реально, это исправит, конечно, ситуацию. Но помните о последствиях, как бы, да? И поэтому мы с вами что выбираем? Мы выбираем, что я тебя так люблю, мой солнышко, я тебя так люблю. Давайте с собой что-нибудь поделаем. И вы с собой договариваетесь. Вот сегодня я тебя отведу на маникюр, я сегодня отведу тебя в спортзал. Или я тебя сегодня, как с маленьким ребенком, никаких кардинальных методов. Я тебя сейчас загоняю, как лошадь, а потом ты меня убьешь. Потому что тело иногда даже сильнее вас. Также, друзья, если про позиционирование. То есть я с детства чувствую себя гадким утенком. Мне говорили, что уйди отсюда. Уйди, ты вообще никакая, у тебя проблемы какие-то, ты некрасивая, или у тебя ноги кривые, или у тебя какой-то нос большой. Если такие вещи есть, и это из вашей памяти, это вас напрягает, напрягает, да, бывает напрягает, то, соответственно, здесь крайних методов не нужно. Здесь нужно про то, как я могу с этим работать. Могу ли я это изменить? Если нет, то мне придется принять и поменять свое отношение. И действительно тогда жизнь изменится. Как женщине принять свою внешность? Просто принять, друзья, взять и принять как дитя своего. Вот представьте, если у женщины родился ребенок, и он не вполне себе здоровенький, там, аутизм или еще что-то. Что она должна, выбросить его или что? Нет, так и со внешностью. Ну, не выбросишь ты ее. Даже если ты там с палочкой ходишь, или ты там не знаешь, что ты делаешь, и тебе это ужасно, от этого больно, это не повод полностью уничтожать себя, либо изменять так, чтобы тело еще потом тебе отомстило. Полюбить. Когда вы себя любите, вы хотите себя украшать, целовать, водить, обнимать, кушать вкусно, хотите спать хорошо, хотите себя холить и лелеять. Когда этого нет, происходят моменты разрушения. Разрушения. И они приводят к тому, что хочется из тела куда-то срульнуть. Я желаю, чтобы ваше тело было всегда с вами. Вы всегда были полны чистой воды, полны энергии, полны здоровой еды, полны воздуха, полны сил и полны страсти к своему делу. Только так, друзья. Запись в консультации открыта. Пишите комментарии.